Возьмите эту книжечку и там, не книжечку, это 7 томов, а не. Нет, при всех я возьму, все, вы подойдете там. Там все. Да, обязательно. Не стите. Володя снимает. Федя, иди сюда, помоги. Вот там, вот там. Вы не поднимите. На президентный стол поставьте, достаньте. Хорошо. Решите все снимать. Почувствуйте, 4 тома. Володя, ты снял? Отвечите или грома? Снял, снял. Пойдемте там где-то, чтобы ваша батя будет очень довольны. Так. Выходи туда. Туда, да? Снимаешь у нас идущую. Кто-то нас посетил, Игнатий Кирилл Владимирович, вот, хочет нам подарить, мне подарить? Да. Свои цементомные здания. Прополитики. Все там, даже нести. Проповедь, и называется Проповедь, и во свете святой битвы. И то тяжело. Это каждая семинар и академия сейчас будет искать ответы. Семинар и академия. Четыре, и я объясню, что это означает. Пятое, шестое, седьмое. Владыка, посмотрите заголовок. Проповедь во свете святой библии. Каждый тонн 1313 страниц. 128 страниц святых фотографий. Там много фотографий с Владыкой, как он к нам приезжал. В Фельдер. 1260 проповедей. И там другие есть, которые заняты. Владыка, посмотрите мне слово, чтобы никому их не будем продавать. Это вам память. И каждому из священников вы подаете. Совершенно невыполнимое дело Бог позволил сделать. А предыдущее Владыке я подарил. Четыре тома, называется Проповедь в Сихах. Там 3467 маевских творений, по 9 куплетов. И это столько проповедей. Напротив каждой строчки часто указывается место библии, откуда взята мысль. Вы увидите тут себя. Вот смотрите, вот это называется первое фарза такого цвета, какого корочки. Вот второе, если откроете, это флаг. Я работал на море, когда-то, видите как. Знал все планы мира, государства, которые имеют доступ к морю. Единственный флаг за мировую историю, это русский флаг. Он Проповедь. Первое, что? Красное. Мусульмане, буддисты, все рождаются в крови. Второе, думать о небе, синее. И дальше, 20 глава откровения, 11 стих. И увидел я великий белый престол, сидящий на нем от лица которого убежали и небо синее, и земля. Остается царство небесное. Это живая Проповедь. Я вел много лет, 18 лет занятия здесь в пяти университетах. В 13 школах, во всех отделах милиции, в КГБ, то есть везде. И мы проехали, у меня до этого 38 томов книг вышло, мы проехали до Владивостока, потом все государства, Гестабон, Скандинавия, Прибалтика, Север, Турция. То есть мы подарили 650 библиотек своей книге 38. Нам обошлось это в 35 миллионов рублей. У меня ничего нет, вот он какой есть. И внезапно, как кто по радио говорит, звонит один человек, вам деньги нужны? Я говорю, а почему вы знали? Ну, книги знаете, я умею сказать. Последнее стихотворение написал 12 ноября 2010 года. И сказал, все, занимаюсь другим делом. Мы с Владивосток давно познакомились так. Так, Владыка, я ждал этого дня. Сколько раз говорил, что готовится, готовится. И здание вот это, в 100 тысячах гемпиаров, почти в 8 миллионов обошлось. Но это на высшем уровне. Когда в Лос-Анджелесе посмотрели, в Америке, у нас, говорит, никогда такие книги не сдавали. Видите, и кругление корешка, и свет, вот, красное, синее. Дальше, а раз больше, теперь лавоносное, осень. И показывает дальше, что великий белый престол, сидящий на нем. И везде, абсолютно везде. Вот, кто тут хорошо читает, чтобы прочитал? Что тут написано? Мне с разных сторон присылают и говорят, это про вас написано. Кто прочитает? Вот, в конце, вот это вот. Так, ну, кто-нибудь тут почувствует. Вот дальше, переди моя биография, а потом говорится пророчество. Пророчество. В народе, живущем далеко на севере, появится маленький человек, который станет учить людей любви и сочувствия. Но вокруг него будет много лицемеров. Поэтому ему будет очень трудно. И дальше, как-то. Никто из этих лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать. Но от этого человека останутся мудрые книги. И все сказанные им слова, и поздние люди увидят, что обманули себя. Что это сказал? Медаг Таравич. В начале прошлого века он умер. И мне присылают отовсюду. Тут еще другое есть. Вы знаете, бывает, определены кого-то. Вот это еще раз посчитайте. Что говорит митрополит один? Православный. Митрополит всех. Патриарх всех. Патриарх всех. Подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь судей пророков, так и в церкви своей в моменты чрезвычайные, он обычно посылает людей исключительной благодатной одоленности. Как бы пророков, сильных духом и верою. Не имея официального назначения, эти люди самим делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это предводительство не имеет официального характера, не является установленной в церкви должности и всегда держится в служебных рамах. Как и всякое пророчество, оно и есть личный подвиг таких людей, делая их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и Церкви Божией. Кто это говорит? Патриарх Сергий. Московский. И вот меня там сюда присылают. Православный. Не знаю. Ну, здесь все встанно. Владыка, дайте мне слово, чтобы вы никуда не делите. Это для вас. Что вы найдете? Около ста фотографий с вами. Я выражаю благодарность. Пошли, пока не пускай, если виталий, кто напишет какую-то мне бумагу. Потому что в Москве сейчас сразу эти книги получили, это, ну, назвали деньги, а сейчас Центральная библиотека Российской Федерации. Второе, Пагоминское, историческое. Ну и наша Шишковка сразу убилась, там все мои книги. Это я на себя не беру. Все благодать делает. А тут впереди говорится, я не сидел, меня сажали. Я скажу только, что я освободился 25 марта 1986 года. А реабилитировал 4 января 1992-м только. Нас 210 позитопреченных было в то время. В то время я считаю, примерно, 50 книг. Это Библия 12 томов за Таус, 12 жития за Батолюбия 5. Григория Ильичевна, 4-метровые, 50 томов там. Игнатия Венчинина. Я рассерожиловываю, все равно. У меня там студия была, 10 по метафону, на двух дорожках. Четыре раза быстрее скорость. Ну, другого возможности не было. Ну и захлопнули. Я первый страной раз просадил архипелаг ГУЛАГ. Сколько священников погибло, как. Ну, причина-то одна была. Если ты хочешь царствовать, сначала еще что-то был впереди, то они и делают. Ну, Господь позволил нигде не слукавить. Я повторяю, это только благодать. У меня нет ни религиозного, ни гуманитарного образования. Я строительный техникум закончил. А так как отец инвалид войны с фронта был, три брата у матери погибли. А тогда проверяли кто-то. И у меня сразу в органы БД строго режим лагерь. В школе не было иностранного языка. Но получилось так, что Господь побудил меня. Я самостоятельно выучил немецкий за шесть месяцев. У немцев проповедовал. Английский у меня ушло четыре месяца. На Латвии поехал три с половиной месяца. Это Бог открывает. Повторяю, данных у меня таких я не ощущал никогда. И вот сюда сейчас идти, я уже столько дней звонил. Я знал, что мы встретимся, владыки. Господь вас сюда послал. У нас были трудные обстоятельства. Тогда был с прященником. Он сразу вызвал, который к нам приезжает. Он знает моего брата, протеерятия с Аким. Деревню строим. Кто поэт потеряет, то строите. Все будут под замком. Ну его убрали отсюда. Максим был. А тут владыка приехал и все раскрылось. И мы как будто новое небо увидели. Ну и слава Богу. Позвольте вручить вам наш барнаульский крест за вашим. А что вы признали о ваших, значит, церковных трудов? Означает, что здесь написано. Барнаульская епархия, 30 лет. Владыка, от вас радостных. У меня не было никогда таких. Может быть, вы прям присоединить хотите? Да, конечно. Ну, не знаю. С изображением Покровского собора. Где? У нас кафедральное. Так, да. А вот еще маленький. Владыка, не пожалеете. У вас есть журнал. Есть, да. Покров для семинаристов. И он напечатал обо мне статью. Сейчас я дам. Снимай. Подождите-ка. Так. Я сейчас еще попрошу. Так, еще минутку. Прочитайте дальше. Это законодательное собрание и совет ректоров обо мне ходатайствует. Много лет Игнатий Тихонович ведет занятие по ортодоксальному православному толкованию Священного Писания. Многочисленные его встречи с молодежью, людьми зрелого возраста, с военнослужащими, с теми, кто приступил к закону. За всем этим бескорыстная, человеколюбивая позиция Латкина, искреннее стремление возродить в людях исконно русские православное качество доброты, любви, законопослушания и уважительное отношение друг к другу. Особое внимание и всяческое одобрение заслуживает работа Игнатия Тихоновича с обездоленными детьми. Его известная на весь мир Потеряевка – центр средоточия праведности, милосердия и боголюбия. Яркое и убедительное доказательство сказанного. Из письма председателя Алтайского правилового законодательного собрания Назарчук А.Г. От Совета и Второго Высшего Учебного Советения Алтай. А вот ваше журнал что-то присядно. Посмотрите. Вот сверху, начните. Покров, номер 9, 2016 год. Миссионерская практика Лахина вызывает разную реакцию, однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам в православной вере пришли тысячи людей. Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор кафедры истории Церкви Черновицкого православного богословского института, настоятель храма, святитель руки города Норильский, священник Павел Бочков. Вот как, вот это все сверх головы. Я не знаю, что приливник такой венец, он опустился мимо головы, и голова неуверенщина осталась. Ну, на благословительном господине, на 7 часов, на 2 часа. На благословительном господине, на 7 часов, на 2 часа. Пять параметров. Второе. Что по этому вопросу, я закатил, а мегу. Что по этому вопросу говорят святые отцы, это 300 томов полиантов. Что говорят жители святых, 1173, в биографии. Что говорит церковное право всех соборов, 719 правил. И что говорят 300 поэтов мира, это 200 лет, 20 тысяч поэтов. Это, Господь это все делает. Вы когда увидите стихотворение, я вам Владыке подарил, напротив каждой строчки место Библии, откуда взята мысль. 36 раз надо открыть Библию, чтобы увидеть. Владыка, я все сказал. Серьезно, благодарю. Мы так рады. И все, мы уже... Дальше продолжаем. Дальше продолжаем. Дальше. 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 Дальше.